23 апреля для широкой публики распахнул свои двери 13-й по счету международный автосалон в Пекине. В китайской столице смотр проводится с 1990 года, чередуя с шанхайским. Одна из главных особенностей здешних автомобильных дефиле – количество людей на стендах, от которых нередко оттесняют кордоны военных. Сделать приличные фотокадры, не говоря уже о видео, задача почти непосильная. И тем не менее, за рулем РФ прошелся по выставочным павильонам и сделал несколько наблюдений. Первое, что бросается в глаза – несомненный прогресс местных автопроизводителей. Свои дизайнерские и технические команды они все чаще переманивают экспертов из Европы и Америки, что не применило сказаться на продукции. Чего стоят, к примеру, концептуальный плагин-гибрид Geely M-Grant Cross HEV, способный проехать на одной электротяге 50 км. Или прообраз будущего полноразмерного кроссовера Concept Jack SC9. На их фоне иномарки будущего смотрелись как-то обыденно. Кстати, об иномарках. BMW привезла в Пекин видение своего нового флагмана – четырехдверное купе девятой серии. А Lexus – уже серийный паркетник на базе Toyota RAV4. Похожее предложение замышляют и в Audi. Немцы выставили на показ футуристичный A3 e-tron, напоминающий вздыбленную ТТ-шку. Еще один дебютант – концептуальное четырехдверное купе Volkswagen NMC на платформе нового Golf. По слухам, оно может пойти в серию уже через два года. При этом китайцы не чужды тенденции мирового автомобилестроения. К примеру, на соседних стендах можно наблюдать мерседесовский концепт купе SUV и его аналогию от еще одного производителя Поднебесной – марки Haval. Из более прозаичных пример стоит отметить Chang'an с его кроссовером CS75, который в ближайшее время получит лицензионный полный привод. Его продажи в России стартуют после показа на августовском моторшоу в Москве. А обновленный Tiggo 3, отныне известный россиянам паркетник будет называться именно так. Появится на нашем рынке уже в июле. В качестве десерта – Chevrolet с китайской версией второго поколения Cruze и обновленный Peugeot 408. Ну а тем, кому машинки безразличны, предлагаем полюбоваться на девушек на стендах. Китайские производители нередко предпочитают набирать из числа европеек. Не верите? Преодолейте несколько тысяч километров и проверьте.